Раз, два, три, четыре, приём, приём, раз, два, три, ноги шире, три, четыре, пока свет дали по проводам деду Колянычу, радиоизбушка работает, когда света нет, мы не можем транслировать наше радио, вот такие пироги, а на сегодня шо, покие света, мы работаем, арбайтен, махт фрай, правда, ото, значит шо, на сегодня у нас часть третья, ребята, серия третья, ставьте педали и слухайте дали, ну дайте деду мотивацию, вы, спонсоры, о, педали дали, о, вот это спонсоры, вот это я понимаю, погнали дали, серия третья, робинзоны мы. Однажды Ямба случайно увидела своё изображение в маленьком ручном зеркальце, которое висело у меня в хижине возле гамака, она беззаботно сняла зеркальце и поднесла его к лицу, о, вот это морда, почувствовав прикосновение стекла, она задрожала и торопливо обернула зеркальце другой стороной, чтоб никто не бачив, а затем бросила на зеркальце долгий-долгий взгляд, вскрикнула и выбежала из хижины, все, нема. Вскоре Ямба справилась с этим страхом перед зеркалом и часто простаивала уже целые часы с ним, тьмокала губами от удивления и делала самые смешные гримасы. «М? Что ты, зеркальце, скажи? Да всю правду доложи! Во-во-во! Вот это вот оно! Всё, лучшие друзья! Женщина и зеркалы!» На её мужа зеркало произвело совсем иное впечатление. «Э-э-э, ты ж не женщина, а то!» Когда Ямба поднял его к лицу мужа, она подняла ему, поднесла к лицу мужа, и тот увидел в нём своё изображение, то он завыл от ужаса, что то за бебезяна там, и бросился бежать со всех ног. Всё, нема его! Со страха он убежал на противоположный конец острова, аж на противоположный. Этот страх перед зеркалом сохранился у него на всё время. Вот зато мальчики, мальчики нисколько не боялись зеркала. Им даже нравилось это. Это как игра. Правда, увидев его в первый раз, они очень сильно удивились. Но потом зеркало служило для них неиссякаемым источником развлечения. «Э-э, мультики, покажи!» «Как вероятно, вы и сами догадываетесь, эти чернокожие доставляли мне не меньше развлечений и удовольствия. Это и были мои мультики. Чем я и мои вещи им тоже были этими самыми мультиками. Покажи мне!» Каждый вечер семья собиралась вокруг огня костра. И тут все они пели жалобными голосами песни. Мои любимые песни. В этих песнях, как я потом узнал, они воспевали все чудеса. Чудеса чудесные, которые видели на острове белого человека. «Это я?» Дикари пробыли у меня уже недели две или три. Как вдруг однажды вечером мужчина подошел ко мне и в совершенно понятных для меня выражениях сказал, что он хочет покинуть этот остров и вернуться на родину. И он прибавил, что, по его мнению, ему легко добраться до материка к своему племени на том же самом плоту, который привез его сюда. Ему легко убраться от этого зеркала. А ямба указала мне яркую звезду на далеком горизонте. «Там», — сказала она, — «там лежит страна моего народа». «Ты что, со звезды прилетела, что ли?» Но это почему-то убедило меня в том, что материк лежит не более как в двух или трех сотнях километров от моего острова. И я решил отправиться туда вместе с чернокожими в надежде, что это путешествие послужит первым шагом в моем возвращении к цивилизованному миру. Вот она, целевили, целевилизация. Мы не теряли времени. Нет, в одно прекрасное утро я, Ямба и ее муж отправились к лагуне и без особых затруднений втащили мою лодку на берег. Ага, вот она, гоп-компания. Помочь подошла. Мы проволокли ее через весь остров и, наконец, спустили на воду на другой стороне острова. Аж бультыхнулась. С громким плеском при криках «Ура!» с моей стороны лодка скользнула в воду. Это ее стихия, а не там ожидать. Она была вполне пригодна для плавни, хотя и сидела слишком низко в воде. Муж Ямбы хотел ехать немедля. Но я указал ему, что направление ветра сейчас неподходящее для нашей поездки, и что нужно обождать, передохнуть несколько месяцев, пока ветер не переменится. Ага, седы, чекай. И не каркай. Муж Ямбы не считал нужным готовиться к отъезду. По его мнению, нам стоило только сесть в лодку, поставить парус, и все, и направиться в открытое море поскорее отсюда. Но я, я заботился и о запасах провизии, и о воде одновременно. Я всегда старался все задачи покрыть, но не всегда получается. Мужу Ямбы пришлось ожидать отъезда. Но он мало был удручен этим, и держал себя гораздо спокойнее, чем я ожидал. За время ожидания перемены ветра мы сделали несколько пробных поездок по морю. Я заботился о достаточном запасе провизии, и даже в последнюю минуту перед отъездом ухитрился втащить на лодку трех огромных черепах. Мясо которых оказалось очень даже кстати во время нашего путешествия. Вот такие тебе универсальные горшочки. Я взял большой запас воды. Словом, я сделал все, что только было возможно, чтобы облегчить наше плавание. Я все узяв. Сильные сомнения мучили меня все это время. Ведь я только предполагал, что материк находится недалеко от нас. Но ведь я не был уверен в том, что моих запасов пищи и воды хватит. Ведь я не знал, наверное, сколько времени продлится наше плавание. Ведь я не знал, наверное. Наших запасов могло хватить недели на три, без особой экономии. Мы взяли с собой также одеяло, гвозди, смолу и многое другое, что могло пригодиться в пути. Нам все пригодится. Лодка была снабжена большим косым парусом. Конец этого паруса оставался свободным. Мы его просто держали в руках. Это предохраняло нас на случай внезапного порыва ветра. Конец паруса можно было выпустить из рук. На всякий случай. Наш отъезд в последних числах мая навсегда сохранился в моей памяти. Когда лодка отплыла от берега островка, я с благодарностью поглядел на эту песчаную полоску, служившую мне приютом. Дул довольно сильный попутный ветер. И скоро моя хижина на острове, она вообще скрылась из виду. Что? Нема. Де ты е? А нема. Что? Ямба сидела возле меня на корме. Муж ее, как только мы вышли в море, улегся, скорчившись на дне лодки. А там и лежи, на дне. И не баюкай. Он почти не покидал этой спокойной позы, пока мы не достигли материка. И все время мрачно молчал. Зато ел и пил он так, словно мы находились в стране, неимоверно богатой продовольствием. Шо ци таке. А не на лодке с очень ограниченным запасом еды и воды. Ты знай экономию. О том, что путешествие может затянуться, что еду и воду нужно экономить, он не имел ни малейшего тебе представления. Ага. Поживи на моем острове. Ага. Многое поймешь. Ветер не изменял своего направления ни разу за все это время. Стабильный ветер. А мы плыли. Мы плыли днем и ночью, без малейших уклонений в сторону от нашего пути. О, какой стабильный ветер. Дни были очень однообразны и томительны. Хотя у нас и было несколько человек. Вроде как не соскучишься. И вот дней через пять мы увидели небольшой островок и пристали к нему, чтобы хоть немного поразмять свои онемевшие члены. Чего? Островок был необитаемым. Весь он был покрыт тропической растительностью. Абсолютно весь. Возможность походить по земле, видеть деревья, траву, цветы. Все это казалось мне чем-то необычайным после продолжительного заключения на песчаной полоске острова. Что там, один песок? А тут вот оно. Жизнь, как она есть. Мы испекли немного черепашьего мяса. Побродили по островку, и через несколько часов наша лодка снова качалась уже на волнах. Управлял лодкой все время я, капитан. Только на несколько часов меня сменяла Ямба. Только ей я. Хоть немного доверял. Обычно от шести до девяти часов я спал. Этот короткий, но глубокий сон достаточно подкреплял меня. Муж Ямбы ни разу не предложил мне своей помощи. Ух, какой! Да мне и не хотелось обращаться к нему. Тоже мне. И не надо. И вот так вот, безостановочно, мы плыли день и ночь. Встречая иногда акул, которые однажды долго следовали за нашей лодкой. Ага, видать, что-то я учу, или? На десятый день утром Ямба вдруг схватила меня за руку и прошептала. Мы приближаемся к земле. Я быстро вскочил на ноги. Как есть, так встал. Впереди, в тумане, неясно вырисовывались очертания земли. Судя по размерам, это был материк. Но мы не спешили пристать к нему. У входа в большой залив лежал небольшой островок. Мы направились к нему и высадились здесь, чтобы отдохнуть день-другой от нашего плавания. Может, хоть тут высплюся. И как только мы сошли на берег, Ямба и ее муж развели несколько больших костров. Дым костров должен был, очевидно, служить сигналом для их друзей на материке. Сначала они нарубили моим топором, подчеркиваю, моим топором, множество зеленых веток и сложили их в виде пирамидки, а потом добыли огонь посредством трения двух кусков дерева. И у них руки не загорелись. Высокие столбы дыма поднялись к небу. И вскоре на материке показались дымовые столбы. Это был ответ на наши сигналы. Прошло немного времени после обмена дымовыми сигналами. Способ этот, как я узнал позже, очень распространен между дикарями Австралии. Угу, дымовые столбы. Надо бы запомнить. Надо взять. На вооружение. И мы увидели три плота, направлявшихся в нашу сторону. На каждом плоту было всего по одному человеку. Я смотрел на их приближение со смешанным чувством надежды и страха. Ага, неизвестно, что у них там, в олове. Я во власти этих людей, думалось мне. Что? Я во власти. Но эти дурные опасения, они только на какую-то минуту промелькнули в моей голове. И испарились. Спокойный вид Ямбы подействовал на меня ободряюще. И я действительно перестал бояться. Со слов Ямбы я знал многое о дикарях ее родины. Знал, что бояться их не стоит. И все-таки я ожидал прибытия плотов спокойно. По крайней мере, внешне это было так. Тем не менее, я позаботился, чтобы муж Ямбы, чтобы он первый встретил их. Чтоб чуть-чуть его в были. От чести быть первым я уклонился. Скажем так. А женщину подставлять сами понимаете. Муж Ямбы пошел навстречу к прибывшим дикарям. Он пайшов. И они, выйдя на берег, остановились и ждали, пока муж Ямбы подойдет к ним. Они медленно приближались друг к другу. При виде меня туземцы перепугались. Ух, кого увидели. Муж Ямбы доказал им, что я такой же человек, как и они сами. Хотя и более могучий и таинственный. Что он им там рассказал? Правда, моя кожа была сильно загоревшей. Но все же она сразу бросалась в глаза своим цветом при сравнении с кожей дикарей. Ведь я не такой все-таки черный. Именно цвет моей кожи и поражал этих туземцев. Они робко дотрагивались до нее. Они ощупывали мое тело. Мои ноги, руки. Еще куда дотронься. Им очень хотелось узнать, чем именно было покрыто мое тело. Угу. Ты еще пошкреби. Они не верили, что кожа может быть такой светлой. Тоже хочешь? Ну и мало-помалу любопытство туземцев было удовлетворено. И возбуждение их понемногу улеглося. И они занялись теперь подачей новых дымовых сигналов своим друзьям на материке. А как? Связь начали налаживать. На этот раз было разложено пять отдельных костров, расположенных кругом. Глава шестая Интересно было наблюдать способ сообщения дикарей между собой. Это было очень интересно, знаете ли. Ведь мне тоже, наверное, такое пригодится. Мне тоже надо такое. Каждый последующий костер зажигался спустя несколько минут после того, как предыдущий разгорался полным пламенем. И, в конце концов, дым от всех костров в виде огромной пирамиды поднялся на большую высоту в тихом воздухе. Мне объяснили значение этого сигнала. Он должен был дать знать оставшимся на материке, что передовая партия, выехавшая к нам навстречу, что они нашли меня и четырех моих спутников, и что мы вернемся на материк все вместе теперь уже, что они живы и здоровы. Я уже достаточно бегло разговаривал на языке чернокожих и недурно понимал их, если они не трещали слишком быстро. Вскоре мы увидели ответные столбы дыма, поднявшиеся в разных местах материка. Каким образом посредством таких сигналов можно было дать знать о приезде белого, да еще и таинственного человека? Мне это было непонятно. Все покрыто тайной здесь. Но они ведь как-то общались. Попробуй поговорить столбами. Ну вот попробуй поговорить со столбом. Тем временем Ямба занялась приготовлением большого пира для приезжих. О, пир на весь мир? Ха, это я люблю. Остатки большой черепахи заняли видное место на этом пиру. А, заморская, баклажанная. Ели чернокожие с невероятным аппетитом. А это для них действительно экзотика? Наверное. Поговорив немного с туземцами, я сказал им, что нуждаюсь в продолжительном отдыхе. Так как путешествие, оно очень сильно утомило меня. Я повесил в тенистом уголке свой гамак и проспал с полдня, аж до самого позднего утра следующего дня. Ямба заботливо охраняла мой сон. И она-то и разбудила меня, сказав, что скоро должно начаться пиршество. Ха-ха, о-о-о. Поспали? Теперь надо и поесть, правильно? Вот то, как в том анекдоте. А потом поели, значит, надо поспать. Все, охраняй меня, Ямба. Чернокожие удалились и через некоторое время возвратились ярко разукрашенными. Кто-то у вас так? Их тела были покрыты желтыми, красными и белыми полосками. Эта разрисовка служила приготовлением к великому Карребори, в честь моего прибытия. Шо-че-каке, Карреббори. И я, понятно, должен был принять участие в этом празднестве. Карребори. Карребори у австралийских народов называется нечто среднее между религиозным обрядом и празднеством. Устраивается этот Карребори по самым разнообразным причинам. Всю ночь продолжался Карребори, обставленный большой торжественностью. Всю ночь будем гудеть. Карри и Борри. От меня не требовалось многого. Я должен был сидеть тут же с дикарями, ударять палкой о палку периодически и принимать участие в всеобщих криках. Я действительно кричав. Это было нетрудно сделать. Но однообразие этого занятия, оно, знаете, оно так наскучило меня, что я еще до полуночи отправился в свой гамак. Все, гуляйте сами в свое Карребори. Спокойной ночи. И вот утром следующего дня мы увидели целую флотилию плотов, приближавшихся к нам со стороны материка. Целая флотилия. И вскоре на берег сошло около пятидесяти туземцев. При виде меня и моих вещей они выразили то же самое удивление и испуг, с которыми я уже достаточно был знаком. Несколько часов спустя мы все покинули остров. Впереди всех ехал на своей лодке я. Эта лодка, между прочим, вызывала у дикарей не меньшее удивление, чем и я сам. О, я какая лодка! Командир! Дикари быстро двигали вперед свои плоты, действуя только одним веслом. Это весло они погружали в воду сначала с одной стороны плота, а затем быстро перебегали на другую сторону. На высоком берегу я увидел огромную толпу чернокожих. Здесь были и мужчины, и женщины, и дети. И все они голые, голяком. Это интересно? И как только мы подошли к берегу, вся эта толпа, она бросилась осматривать мою лодку. А я их. Я сидел в лодке, растерянный и оглушенный громкими криками этой болтовней, непонятной. И, наконец, чернокожие, выезжавшие на остров встречать нас, пришли мне на помощь. Они с видимой гордостью проводили меня через толпу до небольшого холмика, с которого виднелось вдали становище туземцев. Это был стан. И тут я узнал, что весть о моем прибытии уже успела распространиться далеко кругом. Вот она тебе, сила столбов. Поэтому на берегу и собралась такая толпа. Вот именно поэтому. Многие успели прийти издалека, чтобы поглядеть на белого человека. Поселение дикарей, которому мы направились, состояло всего из двадцати-тридцати шалашей. Кое-как построенных. И годных только в качестве защиты от ветра. Они имели полукруглую форму и спереди были открыты. Крыш у них не было совсем. Да зачем они? Оно им надо. Между такими шалашами я заметил несколько хижинок, имевших форму тупых сахарных голов. Это как так? Тупые? Эти хижинки были невелики. Около двух метров высоты и метра четыре в поперечнике. Два на штыре. У их основания было проделано небольшое отверстие, через которое и пролезал внутрь хозяин жилья. Как в ту нору залезал. А вылазить как? Окон не было вовсе. И внутри хижинки было совершенно темно. Вот в морду дай, не скажу даже кто. Вот так воно там темно. Темница. И мне сообщили, что и я могу получить в свое распоряжение вот такую вот одну из этих хижинок любого тебе фасона. Темница. Зачем мне фасон? Я ж все равно ничего не побачу. Ну, вы знаете, что я выбрал? Я выбрал сахарную бошку. Эту самую голову. Ямба и несколько других женщин тут же принялись за постройку. Менее чем через час моя хижина была уже готова. Вы поняли, как тут люди работают? Не то, что я. Я не остался смотреть, как они строят, а отправился с несколькими туземцами осмотреть соседнее поселение. Всюду, везде туземцы встречали меня очень хорошо. Они выражали всячески свою дружбу и уважение. Простой кусок красной материи, спускавшийся у меня ниже пояса, вызывал у них очень большое удивление. Больше же всего они были поражены моими следами на земле. Туземцы во время ходьбы, они выворачивали ноги как-то, как-то на бок. Так что вместо полного отпечатка всей ступни на земле получался только, как сказать, половинный след. Половина. Косолапый, что ли? А я при ходьбе остановился на всю свою ступню, а у меня как раз наоборот. Вся ступня у меня отпечатывалась. Такой отпечаток моей ступни так поражал туземцев, что они собирались толпой у каждого моего следа, чтобы увидеть мое вот это плоскостопие. Они внимательно рассматривали его, низко нагибались к земле, они хлопали руками и взвизгивали от изумления. А? Это как это, как в той песне, а? Я буду целовать песок, по которому ты ходила. А то. Вот так рассматривали. Чуть-чуть не целовали. Гостеприимству туземцев не было предела. Их подарки завалили мою хижину. Тут были и такие лакомые вещи, как мясо кенгуру, мясо крысы, мясо змеи, большие личинки жуков и рыба. Печеные змеи, правда, казались довольно вкусными. Но туземцы совсем не употребляли соли. А без соли есть было мне уж очень непривычно. Оно же вон море, вон сколько соли. Хоть чуть-чуть подсоли. А? Змеи пеклись обыкновенно целиком, обычно, вместе с кожей. Их мясо было сочным и нежным, но имело не совсем приятный запах. Способ печенья мяса был такой. Туземцы выкапывали в песке руками яму и на дно ее клали то, что собирались печь. Поверх пищи насыпался слой песка, потом клалось несколько камней, а поверх всего этого уже разводился огонь. Меня удивило, почему тут такие змеи, мягкие и сочные. Насколько я знаю, они вообще резиновые все. Попробуй откуси. Может, тут какой вид у них такой печется? Или все-таки, может, они так в песке его так пекут? Рецептик надо записать. Надо запомнить. Двух утропчатых крыс здесь было очень довольно много. Двух утропчатые. А иногда они появлялись в таком огромном количестве, что наносили очень серьезный вред. Они были очень крупными и темно окрашены. Мясо их довольно вкусно. Ловли их занимались всегда женщины или дети. И делали это очень просто. В крысиную норку всовывали палку, а когда крыса выбегала, то убивали ее этой же палкой. Главное, бегом. Высунуть. И по башке. И по башке. На женщинах здесь вообще лежало много разнообразных обязанностей, если бы не сказать все. Они должны были заготавливать запасы жирной глины, которой мужчины смазывали свои тела, чтобы предохранить их от жгучих солнечных лучей. Тоже надо запомнить. Они должны были готовить краски, которыми чернокожие расписывали свою кожу. И горе той женщине, у которой не окажется времени, ко времени коребори, полного набора всех красок для мужа. Ага. Горе. Тобе. Одной из самых главных обязанностей было отыскивание различных кореньев для обеда. А, вот они, корышки. Наиболее употребляемым из таких кореньев, кроме прекрасного на вкус ямса, был корень особого вида водяной лилии, несколько напоминавший вкус сладкого картофеля. Все это время и много месяцев спустя моя лодка и все, что в ней находились, было предохранено от воровства и истребление очень простым способом. Ямба воткнула около лодки две палки, крест-накрест. Очевидно, это был какой-то запретительный знак. Ни один из туземцев не дотронулся до моей лодки, пока палки стояли здесь. Что это меня? Похоронилы? Я был уверен в том, что лодка могла простоять до тех пор, пока не развалилась бы и не сгнила здесь. Я в этом действительно был уверен. И никто бы даже и пальцем ее не тронул. Вот она, сила Христа. Такую силу среди туземцев имеют их запретительные знаки, или, как их называют, табу. Прошло несколько дней, и туземцы стали очень настойчиво предлагать мне остаться с ними навсегда. Навеки вечные. Они, вероятно, слышали от Ямбы о странных и чудесных вещах, которыми я обладал. Вот они, мои знания. Они также слышали и о той чудодейственной силе, которой я был одарен, по мнению Ямбы. Этот план навсегда проститься с возможностью вернуться в цивилизованный мир, он, конечно, мало мне улыбался. И я стал подумывать о том, как бы мне поскладнее ответить этим дикарям. Так чтоб не обидеть. Ведь мой прямой отказ мог сильно раздражить их. Еще вбьють ненароком. Но тут случилось еще одно происшествие, которое окончательно поставило меня в тупик. И случилось все это совершенно неожиданно. Я стоял возле своей лодки и раздумывал о том, как бы мне уйти от этих туземцев. Ну вот как бы мне умыкнуть. И вдруг я увидел двух вождей племени, все тело которых было великолепно разрисовано самыми яркими красками, а головы были украшены перьями. И они приближались ко мне, эти пальмы, и вели с собой молоденькую девушку с довольно-таки приятным лицом. За ними следовала большая толпа туземцев. Вожди и девушка остановились в нескольких шагах от меня. И что я буду делать? Тогда один из вождей выступил вперед и предложил мне огромную дубину с большим утолщением на одном из ее концов. «И что я буду делать?» Это дубина. Это оружие называлось у них «Вадди». И, подав мне эту дубину, вождь знаками дал мне понять, что я должен вдарить ею эту девушку по голове, прям по бошке, шо есть сил. И вы знаете, я пришел в ужас. Я вспомнил рассказы Ямбы и решил, что туземцы хотят устроить в честь меня каннибальский пир, каннибалы. И что это было ужаснее всего, что именно я и должен буду начать его, проглотив кусок мяса этой несчастной, улыбающейся мне девушки. Очевидно, рассуждал я, они привели ее ко мне для того, чтобы я собственно, ручно, чтобы именно я и убил ее. Как высокопочтенный гость. Но я решил не делать этого. Зачем? Хотя бы ослушание и грозило мне смертью. Пока я раздумывал, вождь стоял неподвижно, протянул мне эту дубину и вопросительно на меня посматривая. Казалось, он не понимал, почему это я не соглашаюсь последовать его предложению. Но почему? И еще более странным показалось мне, что вся толпа, она сохраняла глубокое и торжественное молчание. Неужели это для них торжество? И тут я посмотрел на эту молоденькую девушку. К моему удивлению, она совсем не была напугана. Ну, прям совсем. Я к Майе Буты. Наоборот, она была, как казалось по ее виду, в восторге от всего происходившего. Это было для нее как за честь. Я решил попытаться отговорить вождей, и я сделал им знак сесть, чтобы начать свою речь, чтобы они хоть чуть-чуть присели. Они сели, хотя и были очень недовольны. И тогда я при помощи разнообразных жестов, похлопываний, сики-поки, восклицаний всяких, я умею восклицать, и гортанных звуков, сихи-ха-ха. Я постарался дать им понять, что я не могу принять участие в этом вашем деле. Что это за традиции такие, а? Вот это дело, которое они мне вот тут вот предлагают, прям насовывают. Я говорил им о том, что убивать людей никак нельзя. Это запрещено. Вы, вбивцы. А есть их, так это вообще подавно. Да вы шо? Я говорил очень горячо и с нервным трепетом ждал, какое действие произведет моя речь. Шопотом и не, не зилы. И можете себе представить, как я удивился тому, что произошло потом. Это толпа! Она громко захохотала. Я бы даже зарыготала, сказал. Че вы ржете? Туземцы долго и весело смеялись. Людоеды не могли так смеяться. Я ничего не понимал. И тут на помощь мне явилась Ямба. Она подошла ко мне и начала шепотом говорить, что никто и не собирался убивать эту девушку, что ее предлагали мне вжжены. Я должен был только слегка коснуться ее головы дубинкой, и это все в знак того, что она с этих пор обязана подчиняться мне, как своему мужу. Удар палкой по голове был просто обрядом, только совсем чуть-чуть, а не так, как я думал вдарить. И тогда я со своей всей торжественностью, на какую только я был способный, я исполнил свою роль в этом странном обряде. Я все-таки вдарил ее, слегка вдарил девушку дубинкой, и она упала к моим ногам. Все? Вот это обряды, вот это я понимаю, а? Они тоже там у нас, а? О, нам бы так. Слухай, надо вчиться. И тогда я осторожно поднял ее, а туземцы, они запрыгали вокруг нас с громкими криками радости и удовольствия. Все? Горько, да? И когда вся эта церемония была закончена, ямба отвела мою жену в маленькую хижинку, построенную для меня, лично для меня, женщинами построенную. И в эту ночь был устроен необычайно торжественный кары-бори в честь меня. Если бы не ямба, я бы совсем растерялся. Ямба была в буквальном смысле слова моей правой рукой, а нередкой нянькой, но сватой. Преданность этой женщины навела меня на одну мысль. Привести эту мысль в исполнении можно было, конечно, только среди дикарей, именно здесь. В Европе я не посмел бы даже заикнуться об этом. А? Секир башка, так, все. А здесь, о-о-о, здесь было совсем другое дело. Я пригласил к себе мужа ямбы и преспокойно предложил ему обменяться. Обменяться женами. М? Он выслушал это предложение с плохо скрываемой радостью. Он действительно радовался. После недолгих переговоров мы совершили обмен по всем правилам. Такие обмены с женами были в большом ходу среди туземцев и совершались там очень часто. А вас, может быть, интересует, что случилось с моей собакой Бруно? А ничего. Она так и была со мной, как и раньше. Устроивши свои дела с ямбой, я вовсе не собирался оставаться в этой дикой стране. Вовсе не собирался. С меня хватит. Лодка е, желание е, все, я поехал. Напротив, я намеревался бежать отсюда при первой же возможности. И план мой был таков. Прежде всего мне нужно было хорошо изучить обычаи и привычки дикарей, изучить врага изнутри. Так ли? А затем получше исследовать окрестности на тот случай, если мне придется искать белых людей не морем, а сухим путем. Пешим пойдем. Во мне еще теплилась надежда, что я смогу пуститься в море на своей лодочке. А то христы понаставляли уже на ней. Каждое утро я ходил к берегу и осматривал ее. Я подолгу смотрел на море и на горизонт, надеясь увидеть парус. Но паруса не было. И я шел к лагуне купаться тогда. Тем временем ямба отправлялась искать коренья и редко возвращалась без кореньев водяной лилии, которые мне были очень очень даже нравятся. И она знала это. Она собирала мне. В известное время года она набирала для меня маленькие луковицы, известные под названием негла, которые в жареном виде составляли приятные добавления к нашему однообразному столу. Туземцы обыкновенно едят два раза в день. Завтракают около восьми девяти часов утра, это у них такой завтрак, и обедают значительно позже полудня. Их пища состоит из мяса крыс, рыбы, змей, иногда кенгуру. Оно очень жесткое. Много ели они кореньев, много. Особенным лаковством считались у них личинки больших жуков. Белые такие, ползают. Кусаешь, из них чего-то вытекает там. Которых они находили в некоторых породах деревьев. Этих личинок они пекли на горячих камнях и глотали по нескольку штук сразу. Им действительно было вкусно. Главное голову откусить. Оно хрумкает. И я сам ел таких червей и действительно находил их вкусными. Но далеко не с самого начала. После завтрака женщины занимались ловлей крыс и других мелких зверьков для обеда. Мужчины проводили свое время в охоте за крупным зверем, кенгуру или занимались военными играми. Вот они, тренировки. Дети бегали сами по себе. Никто за ними не присматривал. Гуляй где хочешь. Мальчики забавлялись метанием друг в друга тростниковых копий. И вскоре после полдня женщины возвращались домой. Они приходили тяжело нагруженные этими кореньями корешками. Коренья клались в сетки, сделанные из волос этой самой дву утробки. Из крысы что делали? Они коротенькие, как они там сплетали. Это еще предстоит выяснить. Читатель был может удивиться тому, что я так точно говорю о времени, да, слухатель, читатель? Ведь часов то у меня не было. Не было? Так вы думаете? Ну да, часов не было. Но время я все-таки и без часов знал точно. На шо мне ти часы? Я определял его по солнцу. Солнце мои часы. Счет дням я потерял. Вот зато месяцы я считал по фазам луны, а годы, как и на острове, отмечал нарезками на моем луке. Во время крушения моей яхты я имел очень смутное представление о географии Австралии, так что совершенно не знал, где я нахожусь теперь. Только гораздо позднее я разузнал, что родина Ямбы это северо-западный берег Австралии. Северо-запад. Должен сознаться, что первое время я отказывался сопровождать дикарей в их охотничьих экспедициях. Я не только слабо владел их языком, но и плохо разбирался в следах. Я не был еще достаточно искусным охотником. Ну, на вид разве что может быть тоже только. А так нет, я не охотник по сравнению с этими туземцами. Вот поэтому-то, чтобы не оказаться в смешном положении, я не ходил с туземцами. Мэ-а. Я не обладал еще их выносливостью. А что случилось бы, если бы я отказался из-за усталости идти дальше? М? Если бы докобы. Они убедились бы в моей слабости? А? А это что значит дальше? Следствие? Это повредило бы меня. Они видели во мне таинственного человека, человека непростого. И только убедись они в том, что я слаб и неопытен? Все. Мое обаяние испарилось бы. Ведь так? Моя жизнь зависела от этих туземцев. Не дать не взять. Они могли убить меня в любую минуту. Я был беззащитен здесь. Вот что оставалось мне сделать? Что бы вы сделали? Раз они по своей дикости приняли меня за какого-то чародея? Поддерживать в них это убеждение нехай. Мне постоянно приходилось ломать себе голову над тем, чем бы их еще поразить. Извольте, этих туземцев, чем бы еще доказать свое всемогущество. Я обманывал туземцев. Я пользовался их неразвитостью. это было как будто как будто бы да и не совсем хорошо и может быть и чуть-чуть и нет. Но я хотел жить, поймите, а сохранить свою жизнь я мог только путем всяческого одурачивания туземцев, только выдавая себя за чародея и всячески доказывая на деле эти спои и способы чародея, способности. Итак, я чародей, все, заходите. Глава седьмая Каребори играл очень большую роль в жизни туземцев. Конечно, Каребори, две ры и две бы, быкой, Каребори, запомнили? Пляски, которые являлись необходимой частью Каребори, исполнялись туземцами с невероятным воодушевлением и азартом. Пиршество продолжалось по нескольку дней, о, как любят гулять. Начиналось обычно часов с десяти и с девяти утра и продолжалось аж до глубокой ночи, когда воины засыпали тут же около костров. Вожди в таких случаях украшали свои головы яркими перьями попугаев как аду, а тело разрисовывали красной, желтой и другими красками. Эта разрисовка и другие приготовления к празднеству занимали не менее двух часов, вот как любят разрисовываться. Когда все было готово уже, разукрашенные воины усаживались на корточке вокруг костра и пели монотонные песни, в которых они воспевали свои собственные подвиги, храбрость и все необыкновенное, что им пришлось увидеть во время похода. Песни слагались для каждого племени своим собственным поэтом, который только этим и занимался. Иногда этот самый поэт уступал свои произведения и другим племенам тоже. Поменяемся? И получал за это ту или иную плату натурой. Где моя дубина? Иди сюда. Да, такая жизнь. Дикари не умели писать, а потому продажа песни заключалась в том, что покупатель выучивал ее прям с голоса продавца. Из уст в уста, так сказать. Память у туземцев, надо сказать, была хорошая, а потому и песни легко заучивались и быстро распространялись между соседними племенами. Музыка нас едная. Пляски играли видную роль в корыборе. Ну, раз есть песни, значит, есть и пляски. Ха-ха, ни дать, ни взять. Начав слегка приплясывать вокруг костра, туземцы понемногу входили в такой азар, что скакали как бесноватые. Вот они бесы, черные, вы бы видели. Они размахивали при этом оружием и спускали громкие крики. На непривычного человека зрелище нескольких десятков скачущих около костра голых дикарей могло произвести, знаете ли, неприятное впечатление. Такое было вначале и со мной тоже. Но по мере того, как я привыкал к жизни среди дикарей, я и сам дикарем становился. Я свыкался и с плясками каребори и мори и всех вас вместе взятых, вы, черные бесари, пляшите. И в конце концов я и сам скакал кругом этого костра. А шо мне делать? Я не уступал в прыжках и кривляниях самому большому искуснику по этой части и среды туземцев. Я был еще той бес. Племя, среди которого я жил, отличалось очень хорошим сложением и большой физической силой, а не я, червляк. Мужчины могли проходить пешком огромное расстояние и их походка была очень легка, несмотря на то, что они выворачивали ступню, косолапые. А он как ходили, привыкли что ли? Женщины не обладали этой легкостью движений, на то они и женщины. Жизнь женщины вообще была очень незавидная. На них лежала вся самая тяжелая работа. Рабы. Постройка жилищ, бобы, добывание пищи, бобы, рабы, заготовка красок и т.д. и т.п. Робы, рабы. Впрочем, когда являлась надобность в больших запасах пищи, то и мужчины отправлялись на охоту или на рыбную ловлю тоже. Они устраивали облавы на кенгуру. Потому что там бобы, рабы, уже все, наши полномочия на этом все уже. Вот тогда они помогали. На рыбную ловлю туземцы отправлялись или рано утром, вскоре по восходе солнца, или же поздно вечером, когда становилось совсем уже темно. В последнем случае мужчины брали с собой большие факелы, которые они держали в левой руке высоко в воздухе, в то время, когда бросались в воду и поражали копьями первую попавшуюся на глаза рыбу. Удары были всегда очень верными. Туземцы почти никогда не делали промаха. Раненые рыбы оттаскивались на берег, где их забирали женщины, дожидавшиеся сплетенными сумками за плечами. Иногда в воду бросалось до сотни человек сразу, все с ярко горящими факелами. И вот это было зрелище. Это было на редкость эффектное зрелище. Пламя факелов, всплески воды, громкие крики «Вы бы бачилы!» Днем рыбу ловили иначе. Во время отлива огораживали большой участок мелкой лагуны, оставляя открытый проход, через который в лагуну могла пройти рыба. Во время прилива рыба набивалась в эту загородку и тогда проход все закрывали. Нема выхода. И когда снова наступал отлив, отгороженное пространство превращалось как бы в огромную сеть, набитую рыбой. Тогда туземцы спускались в эту загороженную лагуну и били там рыбу копьями. И все. Вообще охота туземцев она очень интересовала меня. Ведь это интересно. Без охота и жизнь не жизнь. Так можно и сдохнуть. И я старался или принять в ней участие, или если что, если это было мне непосильно, а я ведь избегал проявлять свою слабость, вы помните, да? Угу. то я хоть старался поприсутствовать при этом, чтоб хоть посмотреть, подивиться. Особенно интересно было наблюдать туземцев, когда они подкрадываются кенгуру. Кенгуру это самое большое из млекопитающих Австралии. Ага, молоком питай. Это странное по внешности животное. Его передние ноги они очень короткие. Они такие короткие, что кажется, будто они приделаны кенгуру вообще от другого животного. Оторви и выбрось. А задние же ноги они очень длинные и толстые, как мантыль нёт. И ими-то и пользуются животные при быстром беге, точнее прыжках. Хвост кенгуру он такой длинный и толстый, что он сразу бросается в глаза. Тоже мантылять им могёт. Когда кенгуру сидит, а он подпирается хвостом, как на тумбочке, и сидит как бы на треножнике, задние ноги и хвост, как на стульчике. Передние ноги в это время свешиваются у него на грудь и далеко не достают до земли. Ногами мотыляет. Кенгуру очень осторожен и подкрасться к нему ой, как нелегко. Чуть только он заметит что-либо подозрительное, так тотчас же обращается в бегство. Ага, или нюх, или чего, оно чувствует животное. А прыгает кенгуру так быстро, что всё, через несколько минут всё, скрывается из глаз, даже на открытой равнине. Даже глаза не догонят его. Заметив пасущихся кенгуру, туземцы начинают подкрадываться к ним ползком. Ещё те червляки, не то шо я. Ползут они, понятно, против ветра, чтобы кенгуру не смог их учуять. Ага, такой нюх. Ползти начинают издали и медленно подвигаются к этому животному. И как только кенгуру насторожиться, охотник сразу же замирает на месте. Всё, ты камень, не шевелись. И он остаётся недвижимым до тех пор, пока животное не успокоится и не начнёт снова рвать и жевать свою травку. Тогда ты опять не каменюка, ты опять червляк. Ползи понемногу. И вот так шаг за шагом ползёт охотник, прячась меж кустиков и травы. И наконец ему удаётся подползти шагов на двадцать-тридцать. И тогда охотник бросает копьё. И я ни разу не видывал, чтобы охотник промахнулся. Ведь это ж всё потом на смарку пойдёт. Столько ползти. Копьё всегда попадало в цель. Но бывали конечно случаи, что охотник так близко подползал кенгуру, что мог убить его и просто ударом камня. Каменюкой, брошенного с расстояния шагов десять. И такое бывало. Копья, которые употреблялись туземцами при охоте, были немного больше метра длиной. Они делались из тонкого, но твёрдого дерева. Наконечник их был каменный или костяной. Металлов туземцы обрабатывать не умели. Да и вообще, был ли у них тот металл? Хэви металл. Но была также и другая крупная дичь, за которой охотились туземцы. Дичь. Это эмму. Австралийский страус. Эмму. На него охота велась из засады. Только так. Там, куда ему эму приходили на водопой, делался из травы шалашик. Охотник прятался в нём, а когда птица подходила близко, убивал её ударом копья. Внезапно. Самый крупный эму, которого мне пришлось увидеть, достигал почти двух метров высоты. Крупные кенгуру были почти на меньших размерах, почти не меньших. Змеи туземцы убивали просто палками, вот прям по башке, бабах и готово, а птиц бумерангами, которыми они замечательно искусно владели. В обычное время туземцы они не очень много ели, только в пределах необходимости, но большие охоты доставляли такой изобилии пищи, что начинались прямо-таки оргии обжорства. После удачной облавы устраивался грандиозный корыбори, и тут-то песни-пляски чередовались с едой. И я не поверил бы, если бы не видел много раз собственными глазами, что можно съесть вообще такое количество мяса. Как ты не лопнешь, детка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok